здравствуйте дорогие друзья рад приветствовать всех эфиры наши продолжается специально включил на 5 минут раньше дело в том что ситуация какая-то для меня новая будем говорить так то есть я теперь гость приглашенный в другой на другой канал игорь ткаченко и там будет обсуждение обсуждение а тема такая звучит вот у него на канале как и зачем нами управляет с луны не знаю как и зачем знали управляет с луны вот но послушай я не эксперт как и зачем управляет мы вообще кто-то управляет нами но тем не менее тем не менее может быть это будет интересно кому-то и поэтому давайте мы поговорим я ожидаю вообще-то говоря елена порезку как он просил пригласить я пригласил ее пока нету но надеюсь появится вот программа там еще не началась мы друзья будем беседовать так то есть будет звонок со скайпа и так сказать не знаю как это совместное как-то будет все перекликаться перекрестываться но смысл какой просто чтобы вот те люди которые на сангейтс они чтобы знали то есть пока он будет где-то что-то рассказывать игорь а насколько это интересно насколько это познавательно и применительно не знаю если честно то есть вы все знакомы с тем что происходит на канале сангейтс я пытаюсь быть корректным и нейтральным в отношении того кто себя там кем-то провозглашает может быть я не знаю я не в курсе вот поэтому мы слушаем начали игоря как в общем то так он предложил а потом мы будем говорить о чем-то вот ну наверное в этой связи я даже если честно я очень приблизительно представляю о чем там будет идти речь ну уж посмотрим сколько там у нас четыре минуты осталось там уже началась трансляция это очищение пространство я так полагаю только у нас мантры но сейчас я полагаю мне позвонят да тут уже здесь тут уже там анонсирую я еще раз вот я читаю просто пост там на канале много людей которые обсуждают ну посмотрим просто это действительно новая экспериментальная какая-то такой трансляция чтобы не было эхо в эфире я не надо будет выключить поскольку уже начало ребят давайте вы задавайте вопрос на самом деле как и что я повторяю посмотрим как она пойдет но там много людей вот уже 300 человек сейчас послушаем может быть это интересно во всяком случае смысл какой о том что ну все таки в этом я соглашусь естественно это то что я знаю в принципе мы можем чего-то добиться если мы конечно и многого добиться если мы конечно откроем так скажем и сердца и все остальное а вот мне он звонит сейчас давайте да что мы в эфире или нет я дамы эфире так я должен показать экран верно так я показываю экран на котором мы видим игоря насколько я понял правильно игорь мы видим тебя так сейчас я скайп так да если посмотрю как у нас да сделай пожалуйста чтобы я был покрупнее чтобы твои зрители тоже меня видели а я вот не знаю видно там будет или нет сейчас я попробую сделать вот так да 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 он стал лучше стало лучше не стало меня но неважно меня и не надо ты не ты сейчас будешь но ты сейчас будешь ведь говорить поэтому вот ты знаешь на канале твоем меня видно да вот я наблюдаю на втором мониторе но на моем канале я чуть не вижу то есть я наверное не могу транслировать получается ну что у тебя я не знаю но как вариант моему ваттой мог перейти не важно тебя слышно тебя слышно как минимум тебя слышно точно ну тогда что я здороваюсь тогда со всеми и с твоими своими зрителями значит ой я сейчас себя еще выключил ну то есть свой канал сейчас я перейду чтобы я хоть мой вид значит значит мы договорились с майклом что мы сейчас будем таким образом вести наш совместный эфир значит половина эфира я докладываю потом майкл рассказывает какие то свои темы наше общее стремление чтобы зрители знали что то но у нас появилась гостья она я вот те кто видят да елена приветствую елена прекрасная игорь прекрасный появился у нас все рядом значит тогда я вот ну меня то мои знают это да твои чуть расскажу я конечно извиняюсь приходил к тебе в гости немного с таким дерзким настроением но это такой не знаю мой хулиганский стиль на самом деле я мягкий и добрый вот но когда ты имеешь в виду пушистый да да пушистый и перед Леной извиняюсь когда я видел ее бублика черного я понял что у нас есть нечто совместное у меня черная кошка Бася почти 17 лет жила так что надеюсь Лена нормально меня воспринет значит я так повторюсь мы как договорились вести этот эфир первая половина будет моя потому что ну я пытался ну мы сейчас вот с Майклом пытались как-то поговорить но так как темы совершенно разные то я просто говорю о своем потом передаю стафетную палочку Майклу и тогда он говорит свое вместе с Леной и может потом находиться какие-то темы для обсуждения и этой энергией распределяю то есть управляю по всей земле и глобально по странам и могу точечно по людям вот для чего я хотел сказать чтобы у тебя был виден я мог бы сейчас твоим людям продемонстрировать вот эти потоки энергии чтобы они могли если они чувствительные они могли ощутить вот значит позже оказалось что в этой структуре появился еще фиир фиир это опять же это появился он при Али и многие экстрасенсы его по-разному осматривали в основном ну как бы в среднем это черное или темное облако большое огромное которое по некоторым писаниям всю землю покрывало вокруг то есть оно очень огромное я тоже увидел как ну это можно сказать космос только когда я в него влетал внутрь это космос без звезд как первичная прана вот как вот экран вы видите мой черный вот черная и при том он немного плотная то есть ну не дым а ну вот ну вот не воздух прозрачный а что то такое что имеет некую плотность которую можно ощутить так вот потом оказалось что вот это идет через от фиира через белое братство ко мне вот так и этот фиир фиир это такое рабочее название ну так начали спрашивать как тебя зовут ну сошлись что фиир достаточно ну рабочее имя его это не истинное потом мы вышли на его истинное имя его имя я сейчас наверное напишу и и и и и так имя или хор это наше общее с ним звездное имя то есть я часть его его палец его рука не знаю его наместник что ли вот и об этом объявил 5 апреля я посланник фиир или хора единственно что моя задача или как бы ну не то что задача мне бы хотелось побольше собрать мнение от экстрасенсов кто такой фиир хорошо что Лене смешно я за нее тоже очень рад все видно да ну Лену видно да меня не видно так что меня опять видно ты конечно все что там можешь сделать все видно все уже все видно да меня не видно а тебя не видно да да рисунок видно да значит и совсем недавно появилась еще одна сущность еще более громадный глобальный чем фиир я об этом сделал видео значит если фиир это черные облака то это белое облако и я у фиира спрашиваю это кто по отношению к тебе по иерархии он говорит ну это руководитель то есть фиир его слушается говорю как его можно назвать создатель творец руководитель ну рабочее имя у меня пока что творец есть еще другие имена такие но они не подтвержденные ну вот к сожалению я так понимаю с твоей стороны ну со стороны экстрасенсов не будет подтверждения и в этом нет никакой проблемы потому что я понял с чем я сталкиваюсь я сейчас расскажу две короткие тоже истории как я пытался обнаружить что это такое да и один из них был есть видео Эдуард да он говорит я сейчас я сейчас расскажу в итоге в итоге долго рассказывал как он шел к всяким своим знаниям но на вопрос не ответил еще у меня был такой по скайпу совместный разговор с одним человеком уважаемым который занимается экзорцизмом он отключает всякие ну присоски он нацелен он мастер в этом то есть непревзойденный и во время нашей беседы он ну мы так это определили и мы в этом уверены те кто организовал этот сеанс он фиер даже не успел подойти к нему как только но он уже обнаружил знакомый ему летающий объект он его схватил и говорит Игорь вот я поймал хочешь я его сейчас уничтожу я говорю кого ты хочешь уничтожить фиера хочешь уничтожить ну да вот он трепещется боится говорю ну погоди не надо никого уничтожать и если ты светлый человек то ну есть закон одного где говорится о том что мы все едины мы все части одного Бога и те кто эгоисты и те кто альтруисты мы все части все равно Бога и уничтожать это немного так сказать уровень невысокого развития потому что Бог для чего-то создавал и тех и тех и разница между ними только в сознании в разнице мировоззрения вот поэтому наверное если он тебя тоже считает высоким таким человеком продвинутым если ты высокоразвитый так направь свое усилие на преобразование сознания человека или сущности чтобы он стал на путь творца ну это так немного отступление так вот я понял то что и вот на опыте предыдущих есть еще такой Ваираги есть Гурин они видят со своего уровня и к сожалению для того чтобы видеть фиера нужно быть очень высоко в своем развитии это уровень али уровень тех экстрасенсов которые записаны на канале а те кто извините подключен к религиозному эгрегору те видят только кресты и полумесяцы вот то есть вот эта просьба я так понимаю повисает в воздухе и обращаться ну к людям которые видят только там подключки отключки или какие то еще страшилки ну наверное и мы с тобой об этом говорили ты сказал что это не моя тема и я понимаю я снимаю свой вопрос посмотреть что такое фиер но призываю высокоразвитого экстрасенса подойти чтобы он мог посмотреть дальше говорю значит подъемы и каждую субботу я поднимал уровень ра на на всей земле для чего это повышается частотность и мы знаем что боги они высокочастотные поэтому они невидимые они прозрачные потому что частотность их такая что при такой вибрации их их не видно соответственно уровень энергия ра она божественная она высокочастотная и мы начинали у людей было практически ноль 2-3 процента это уже считалось уровень начинающего экстрасенс у ванги кейси это было 6 ра в единицах ра а у христа было 13 ра это был максимальный уровень вот и это было стартовые стартовые значения по всему миру и когда я начал поднимать потихонечку значит было обнаружено во первых что лучше всего откликается найти поднятие евразия и есть ранее видео где-то еще зафиксировано я а вот еще такой момент есть такое выражение я его ввел оговорка Игоря Ткаченко эта оговорка говорит о том что я говорю правду я не вру но это правда не является истиной потому что я считаю что истину не знает никто на земле знает бог но тоже бог это понятие такое растяжимое то есть мы стремимся к истине и я говорю правду но это не значит что я утверждаю на сто процентов что то что я говорю это истина вот это оговорка Ткаченко Игоря Ткаченко продолжаем значит я повышал и мы определили что Евразия особенно Россия и близлежащие республики бывшие СССР лучше всего воспринимают энергию РАН также неожиданно оказалось что Куба хорошо воспринимает Иран ну Сербия понятно братья при этом Сербия воспринимает Румыния вообще нулевая очень долго не воспринимала Болгария якобы братушки нет Чехословакия хорошо воспринимают вот Корея неплохо Монголия вот ну дальше поднимали поднимали в итоге мы сейчас дошли до уровня 25 тысяч РАН сейчас вот такой уровень и дальше переходим медитация о мире у нас была медитация о мире и мы в ней встретились с правителем земли который находится как мы это обнаружили это множественное мнение это не мое личное мнение в Антарктиде или на каком-то тонком плане находится в Антарктиде об этом было видео которое предлагал перед этим эфиром посмотреть не знаю кто смотрел мои смотрели вот правитель он частично стоит из земных хромосом или 65 процентов он человек на 35 процентов он имеет лунные гены и я предполагаю что он выглядит ну как голова у него или козлины или лосины какая-то такая вот и он управляет у него есть помощники и вот я нашел недавно то есть повторно читал книгу скрижали изумрудные скрижали тот атланта написанное 20 тысяч лет назад вот мы с тобой говорили про веды которые написаны 5 тысяч лет назад да этот эта книга написана 20 тысяч лет назад о событиях которые были 50 тысяч лет назад и в ней я нашел и тот закон одного который записан в 70-х годах контактерами американскими они общались с РА и конфедератами и в этом в этих же скрижалях закон целого упомянут что он главный ну мы понимаем что перевод целый один едины это одно и то же то есть вот эти две книги они взаимоподтверждают что существует закон одного закон целого и об этом знали ну как минимум 20 тысяч лет назад вот и тот пишет о правителе земли я сейчас зачитаю пару строк значит правитель земли в дни атлантиды король народов мастер мудрости свет сквозь сантал хранитель пути обитал в своем храме мастер унала свет земли в дни атлантиды есть кстати мнение что атлантида и антарктида это одно и то же мастер он из цикла за пределом нашего живущий в телах как один из людей но не как на земле рожденный поняли живущий в телах как один из людей но не как на земле рожденный он за пределом нас то есть в другом измерении солнца цикла превзошедший нас знай же о человек что мастер хор лет никогда не был един с детьми человеческими никогда не был един един то есть я думаю ну как стопроцентный или как сказать схож то есть он не такой как дети человеческие далеко в прошлом когда атлантида впервые возникла как сила появился владеющий ключом мудрости указывающий всем путь света ну и так так дальше можете дальше почитать этот кусочек говорит о том же самом что правитель земли живущий в то время в атлантиде а если атлантида это антарктида это вообще стопроцентное попадание и я спросил сегодня час назад когда я это читал ты ли это управитель он говорит да я говорю это ты до сих пор живешь уже был вопрос сколько ему лет да он бессмертный он живет с тех пор и о нем писал тот и я его видел и те кто участвовали в медитации о мире тоже с ним общались вот правитель дальше 23 числа неожиданно исчезла стала исчезать рам то есть весь мир мы добились того что весь мир даже и америка и африка которые долго не могли подтянуться для этого были созданы был создан статус ратника через вот как через меня идет энергия также через ратника идет энергия ра и вокруг себя и распространяется и ратник есть и в америке там в аляске и в новой зеландии в европе во многих странах есть ратники кроме того кроме этого я еще назначал центр мира некоторые города также экспериментировал вот город до дома в мазамбике по моему это был первый экспериментальный город который назначил энергии но центром ра и все видели и проверяли маятником биорамбой как угодно что этот город это мазамбик или танзания вот эта страна выделяется на фоне нулевой африки то есть тут конкретно уровень ра держится вокруг африка нулевая вот но в итоге мы подтянули весь мир до 25 тысяч и 23 числа накануне точно 22 уровень ра стал падать то есть америка северно-южная африка австралия антарктида стали обнуляться и евразия только держала этот уровень это было странно и мы делали когда медитация с 22 по 23 вот началось начался этот процесс и мне в субботу как всегда заканчивалась медитация мне в семь часов вот этот эфир начинался традиционный и я всего 20 минут провел потому что я не знал что происходит все обнулялось и уже Россия которая держалась благодаря даже моему нахождению мы заметили зависимость от моего нахождения и Россия стала минимально показывать уровень ра и когда эфир закончился ноль обнулил все я обнулился и картина все обнулилось кружки ра кто не знает кружки ра это такой волшебный инструмент в этих кружках вода становится заряженной как святая только святая вода это 3 ра мы замеряли кружка это столько сколько человек у человека если 20 тысяч значит вода в кружке 20 тысяч ра но вот в это же время когда все обнулилось мои чатовские чатовцы есть такой чат у меня написано почувствовали появление новой энергии она прям шла в них и это было блаженство многие писали мне что я шла шла и вдруг пошло другое чувство друг другая энергия блаженство что это такое было и я стал выяснять в чем появилась вот эта сущность которая выше эфира от нее пошла новая энергия мы ее сначала назвали ну мы ее назвали энергией творца рабочее название эд потом мы переименовали фта потому что все энергии которые передают через меня они в конце а имеют ра са фо правда есть ну переименовали так удобнее и вот эта энергия та для чего она была сделана значит еще раз объясняю для тех кто первый раз ра ушло чтобы не мешать и та начала маркировать людей кто способен перейти в другое измерение а кто не может у кого ноль та тот остается ну какой бы этот будет переход я не знаю или они остаются здесь мы переходим или мы остаемся здесь те через реинкарнацию воплощаются на другой планете четвертого измерения или ну там третьего вот то есть и я стал замечать ну смотрю да действительно есть люди нулевые даже в чате которые вроде бы они все продвинутые есть то есть были ноль и с уровнем ра с уровень та после этого мне дали возможность восстановить уровень ра и у меня все появилось картины заиграли я на мир опять вернул двадцать пять тысяч ра и теперь на земле идет две две энергии и ра и та и вот тут была хорошая хорошая подсказка вот опять же почему я приглашаю экспертов потому что у меня многие у меня третий глаз закрыт насильно это тоже мы выясняли феиром моим покровителем почему и для чего вот потому что тут такая конструкция которая если я еще не созрел для того чтобы ей пользоваться как ядерная бомба в руках ребенка это пока что мне нельзя этим пользоваться и вот я с тобой говорил с твоим другом из Новой Зеландии он увидел какую-то конструкцию из пирамидок есть и другие мнения но в общем тут то что пока что мне недоступно и вот Валентина из нашего чата описала ситуацию с Ра и Та вот я сейчас зачитаю что это было Валентина нам была дана одна из сильных энергий Ра качество этой энергии ее амплитуда чистота и период имели свой особый характер и давали настройку конкретно первому аурическому телу человека физическому мы все отработали с этой энергией научились синхронизировать ее в своем физическом теле но в связи с переходом земли и человека на новый аурический уровень нам была дана новая планка это следующая энергия Та ауэртириска Та более высокой и настроена на синхронизацию нашего следующего тела эфирного это и есть та самая настройка проживания на новой земле без физического тела а что мы знаем об эфирном теле человек то что оно является точной матрицей плотного физического тела и служит проводником праны поэтому чтобы насытить эфирное тело энергией Та нужно обратить свой взор на позвоночник который должен быть выровнен а селезенго свободно от закупорки и здорово значит и осанка и потребляемая пища являются самым важным фактором здоровья физического тела и подъема энергии Та физическое здоровье и есть главный стимул для подъема энергии Та к которому нужно стремиться не исключено что следующей энергией с которой мы будем синхронизировать станет энергией ментального тела и так далее что касается величины энергии Та она может иметь величину и для одной единицы гораздо более емкую как например один рубль отличается от одного доллара поэтому стремление к большему количеству нулей еще ни о чем не говорит на новой земле мы все должны быть априори здоровыми людьми если я ошибаюсь друзья и не понимая темы поправьте меня как это видит происходящее это переписка из чата вот для чего я приглашаю опять же говорю людей чтобы они могли посмотреть со стороны и создать объективную картину что происходит значит для перехода как мне сказали опять же с оговоркой Игоря Ткаченко для перехода в другое измерение надо чтобы человек имел более чем две тысячи Та две тысячи Та сейчас это у людей уровень ну у кого-то девятнадцать вот у кого-то три-два и был запрет на объявление уровня потому что если у кого ноль но это обидно занимали вот у нас в чате были и ноль и с уровнем если я скажу вот у вас ноль ну мы еще люди ну кто-то может контролировать эмоции кто-то нет но когда я там сделал поток Та на чат и появился первый человек который после этого потока получил единицу Та я об этом объявил и был снят запрет ну внутри чата во всяком случае и мы стали думать как человек может получить эту энергию или маркер тот же человек который появил получил эту энергию он предложил как мы делали в медитации встать в хоровод ментально то есть на тонком плане мы встали в хоровод пустили эту энергию Та по кругу и еще два человека получило то есть из нуля перешли в энергию Та вот то есть не все так ну как сказать плохо надо работать над собой я конечно могу и сам назначать эту энергию Та я на жене уже испробовал у жены у меня три было я ей добавил сто добавил еще сто двести три Та она держит но это в этом нет большой ее работы она сейчас ну будет заниматься но это это легкий такой подарок это халява грубо говоря и не для этого дается вот эти пока что низкие уровни но опять же у кого как про ребенка еще я повторю уже рассказывал у дочки моей четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять Та а у ее подружки когда я замерял они вдвоем играли у нее был ноль то есть дети не все имеют высокий уровень Та вот и ну то есть вот по поводу Та я еще получил формат что она может излечивать и что еще и она имеет другие свойства если энергия это легкий такой как ветерок поток то эта энергия более тягучая ее можно сравнить может даже с водой и вот если кто смотрел профессора это как ее как ее как ее Миронову да она описывала что появились свойства что свет может искривляться как вода течет и затекать за угол и вот эта энергия та она примерно такие свойства имеет мы тестировали ее люди опять же многие в чате видящие описывали она плотная она сподобна в воде может быть Мирона видел ту же самую энергию которая сейчас идет через творца пока что такое название и через меня как оператор да я не сказал эту энергию тоже мне дали управление также изменение ДНК мы это обсуждали в чате и многие видели что ДНК стало светиться серебристым цветом что начал скручиваться в такой в комочек это вот Михаил у нас есть такой человек и это же опять же синхронно Миронова в своем видео сказала это ну просто чудесно мы идем или параллельно или мы говорим об одном и том же вот и в принципе а и почему мне передали управление 5 апреля я объявил что я посланник фиира и если фиир это бог или та сущность которая властвует или имеет влияние над землей то наверное я тот кто и должен изменить общество через эти энергии через раскрытие сознания и почему я вначале включил песню я свободен я желаю чтобы все люди были свободны в своем мировоззрении в своем сознании и уже в открытом сознании уже выбирали хотят ли они какую-либо религию какие-то знания и так далее но убрать в первую очередь шаблоны которые мешают смотреть на мир таким какой он есть на самом деле каким он создал бог вот поэтому ну вот так поэтому и в том числе с правителем земли у нас были контакты мне допустили и наверное наверное он мне в свое время передаст раздеправление может так если будет по-другому я уже говорил я не огорчусь теперь то что я делаю еженедельно уже я заканчиваю то что я немного тороплюсь потому что договорились половина моя я поэтому так много тараторить даже не смотрю что вы там пишете мои да значит что я сейчас сделаю я сейчас так как я получил на это разрешение подниму уровень ра до 30 тысяч во первых но перед этим мы посмотрим что у нас с уровнем ра в мире на данный момент так вот так это происходит но опять же говорю для тех кто то первый раз ой извините сейчас я сейчас я карту закреплю так значит вот я так смотрю ну будут смотреть глобальные страны республики бывшие СССР и не буду смотреть сейчас просто посмотрим что те страны не могут оптимально сделать которые как маркеры да смотрим Россию кто если умеет считать считайте можете так сказать меня проверить Россия вот у меня 25 ну пишу в тысячах пишется не очень так 25 это 1000 ра смотрим США Канада у меня нули так США еще раз ноль Канада ноль нули ну что Бразилия три это мне придется писать тысяч потому что это всего лишь три три а здесь а здесь что такое плохо пишется что-то вот вот 25 тысяч россия бразилия три аргентина уже три так куба 23 тысячи 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 ра и мы мы сейчас после этого впервые сделаем замер так так что Австралия ноль Китай 23 тысячи да я пишу тоже упрощенно в конце этих сотенных тысяч или десятков должно быть 3 но это я уже не буду обращать внимание 3 как маркер нашего измерения ну давайте Казахстан 24 тысячи нолики не буду писать франция 16 тысяч смешные ну 16 короче юар внутри лжи и и и и и и и 24 тысяч что такое что это тормозит много наверное ресурсов включить ну ладно 24 вы мне наверное поверите или проверьте сами ну вот что получается и в тот раз пример такая картина Если, грубо говоря, провести линию, то вот такая линия получается. Что это? Ну, не знаю. И плюс вот кусочек кубы. Не знаю. Ну, вот такие наблюдения, вот так скажем. Теперь давайте посчитаем энергию «Та». Я ещё ни разу не считал. То есть в России как-то считал. Давайте сделаем другого цвета. Это такая есть возможность. Так, впервые считается «Та». Так, Россия. И получилось 12. Так, Казахстан. 11. Так, давайте Канаду посчитаем. Канада. Три. США. Три. Ну, хорошо. Я думал, нули будет. Мексика. Бразилия. Один. ЮАР. Ноль. Австралия. Четыре. Новая Зеландия. Китай. Индия. Иран. Шесть. Так, что возьмём? Украину давайте возьмём. Четыре. Ну, тут мелкая карта, конечно, сложно сейчас считать. Давайте, это такие штрихи. Алжир. Испания. Восемь. 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 Франция. Шесть. Германия. Германия много наших. Ну-ка, посчитаем. Германия. 10. Игорь, тебя просят Прибалтику посчитать. Прибалтику. Окей. Эстония. 11. Что не 11? Латвия. 8. И Литва. 7. Ну туда же белорусов. Правда, их мало видно. Белоруссия всегда с Казахстаном составляли такой тройственный союз, который максимально давал количество. Посмотрим, что сейчас будет. Количество рай имеет. А тут та. 9. Белоруссия 9. Ну вот, можно Монголию еще. Так, большая будет страна. 9. Ну вот, такие данные на сейчас. Сейчас сделаем поток, потом перепроверим. Ну, это в записи, я думаю, эти цифры остаются. Потом мы можем сверить. Что я сейчас сделаю? Сейчас я сделаю подъем до 30 тысяч. Надеюсь, твои гости к мне пришли, чтобы они впервые это почувствовали. Мои знают, что это такое. Сейчас я сделаю дуйкой подъем до 30 тысяч. И мы сейчас вернемся к карте и посмотрим, что изменилось после этого подъема. Потом я сделаю погладушки, так как это я делаю в конце, но конец мы отодвигаем. Не знаю, чем там закончится. Опять для того, чтобы, как есть такая на Востоке поговорка, сколько халва ни говори, во рту сладко не станет. Чтобы почувствовать энергетику, погладушки чувствуют максимальное количество людей, если они не зажаты, не в напряжении. Итак, сейчас я поднимаю уровень ра всей Земли и вас тоже до 30 тысяч ра. Вот. Вы, ну, не знаю, наверное, 70% тех, кто сейчас это смотрел, почувствовали такой ветерок. Подумайте, как это возможно. И, ну, вы это ощутили. Поэтому как это возможно? Также если возвращаюсь к тому, как я определяю уровень ра с написанной на клавиатуре буквы. Ведь это что происходит? Палец нажимает на кнопку, на кнопку, и дальше идёт сигнал. И эти нажатия выходят в какие-то буквочки, да? Я с этих букв считаю, вижу, сколько у человека уровень ра, какая у него энергетика. И также могу посчитать и уровень кармы и прочее. И получается тоже некое чудо, но оно есть. И вы сейчас почувствовали вот эту дуйку энергии. Я сейчас сделаю ещё поголодушки. И вы это всё, ну, опять же, не все, но большинство это чувствует. Как это происходит? Ну, это некое такое доказательство, что и те энергии, которые сейчас мы будем пересчитывать, они существуют точно так же, как вы ощущаете. Давайте погладушки. Что это я делаю? Это я глажу вашу ауру. В вашей ауре есть пробоины, есть неровности, перекосы. И вот этими движениями энергетическими они заглаживаются, выравниваются. Вам приятно, вы это ощущаете. Вот по бокам, вы не видите руки, но у вас по бокам идёт такое воздействие. Я сейчас сделаю даже за спиной, вы тоже не видите моих рук, но за спиной, ко спине у вас идут такие вот волны, параллельные моим движениям. Сейчас я над головой сделаю, вы опять не будете видеть моих рук, я вот над головой вашу коронную чакру, так сказать, поглаживаю, и вы тоже это чувствуете. Как это может происходить? Ну, такой вопрос авторический. Чудо-ничудо. Это управление энергией. Вот опять здесь. И могу коренную вашу чакру обработать. Вот попробуйте. Там, где вы знаете, где коренная чакра, не надо её, так сказать, маркировать. Вот там. Вот. Наверное, тот, кто впервые это ощутили. Теперь, значит, возвращаемся к карте. И, 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 сейчас я опять верну на голубой цвет. Давайте синий, чтобы было развлечение. Считаем Россию. Я считаю 30. А, вот я буду Т писать. Тысяча. Считаем США. О, 30. Ну, кто в теме, тот знает, что все первоначально воспринимают уровень, но потом идёт в некоторых стран спад. Канада. 30. Пока держит. Вот пока я делал эти движения, я думал, ну, как бы, что уже падёт спад. Держит. Это хороший признак, мне он нравится. Бразилия. 30. Держится. Только пишется плохо. Так, Греландия. Тоже 30. Каракули. Это 3. Австралия. Ну, держится. Ну, вы проверяете меня. Мне просто, я чуть уже подустал, поэтому так уже делаю, можно сказать, на автомате. Но вы в записи или сейчас можете меня перепроверить. Так, Китай. Тоже 30. Смотрите, всё. Всё 30. Ну, я думаю, проверять всё остальное не стоит, потому что если США, Канада и Австралия держат, всё остальное 30. Вот так обычно происходит. Мы потом к этому вернёмся. Сейчас я хочу сделать... Ой. Сейчас я вам хочу сделать поток ТА. Это тоже впервые. Никогда я ещё не делал этого потока. Делал только в чате. И чатовцы поняли, как отличаются эти энергии. И сейчас вы это прочувствуете. Я не буду дуть, чтобы... Ну, как сказать. В общем, сделаю максимально нейтрально. Никаких движений. Я мысленно пошлю над всеми вами и над всей Землёй энергию ТА. И после этого мы вернёмся к карте и посмотрим, как это повлияло, а может быть, не повлияло на уровень ТА в странах. Ну, единственное, что я сделаю какой-нибудь такой вот знак. Итак, раз, два, три. Так. Что поток там? На всю Землю. Сюда. Ну, чувствуете, у кого что. Можете писать. Честно говоря, я не смотрю, что вы пишете. Ну, потому что иначе я буду отвлекаться и сбиваться с мысли. Поэтому потом почитаю или потом включу и посмотрю, что вы писали. Так, у нас новый цвет, фиолетовый. Давайте смотреть, что с уровнем ТА в России в первую очередь. Двадцать два. Двадцать два. Какие там были цифры в Австралии? Десять. Да, и тут может возникнуть вопрос, а что эти цифры у стран могут значить? Эти цифры говорят о том, как население этих стран воспринимает энергию или РА, или ТА. Насколько они восприимчивые. И опять же, это средняя цифра. Я вот делал замеры в метро, заходил в метро и смотрел. У кого-то максимальный уровень РА. Есть люди, притом, ну, россияне, всё с нулём РА. Есть люди, которые имеют средний какой-то уровень, между, максимальным. То есть вот эти цифры — это средняя по стране. Ну, характеризующие её, так сказать, население. Так, что Казахстан, давайте. 20. 20. Кубы в тот раз считали, нет, Кубы. Ну, давайте, Кубы считаем. О, 22. Молодцы. Да, почему быстро посчитал? У меня такой... Можно считать поединично, поштучно. Один, два, три. А можно десятками. Так как Кубы, я предполагал уже, что она имеет около 20, я взял шаг 10 и получил два импульса по 10. После этого опустил до единицы и получил две единицы. Вот так я посчитал. А Россию считал поштучно. Так. Испания. 21. 21. 21. Ну, если Испания 21, то давайте Украину. 21. Так, что в Германии давайте. 22. Ну, Европа нормально вас принимает. В Монголии. 20. Китай. 20. Индия. 22. 22. 22. 22. ЮАР. Двадцать. Бразилия. Десять. Давайте Кананта посчитаем. Десять. Ну, вот такие у нас параметры примерно. Евразия хорошо берет. Давайте еще Ливию, что ли, посчитаем, Африку. Би-20 держит. Ну, занудно считать все страны, но вот такая картина после потока Та на Землю. Можете проверять, пожалуйста. Что еще хотел сказать? Ну, в принципе, наверное, я свою часть закончил. И после этого, наверное, можем, ну, могу передавать слово Майклу, чтобы он свою часть эфира, ну, так сказать, проговорил, что ли, рассказал что-то свое. У него есть гости. Можете что-то по моей теме что-то сказать, мнение. Если нет мнения, может, скажите о себе. Майкл, этот, нумеролог, ну, я думаю, он сам скажет. Ну, как-то Астра. Ну, в общем, как вариант, мы с ним проговаривали. Он может по моей дате рождения дать некую оценку меня. И вы меня можете, то есть вы меня знаете примерно, да, и можете сравнить ваши знания по мне с тем, как он меня писал. Если вам это все понравится, можете обращаться к нему, и он вам, вас с удовольствием, так сказать, не знаю, примет у себя. Ты передаешь мне слово? Да, да, передаю слово. И сейчас я себя туда уменьшаю и... Так, сейчас. Так, ну, хорошо, ты уменьшай. Сейчас я тебя сделаю оптимальным. Это не обязательно. Лучше на Елену прекрасно смотреть. Я просто хотел, может, не все знают. Во-первых, так сказать, видео, которое было пред этой программой, типа анонса, ну, там был формат определенный. Ребят, поэтому трудно, скажем, в этом формате было... Во-первых, надо было уложиться как можно больше. И поэтому, конечно, есть какие-то вещи, которые, скажем, там не были рассказаны. Про меня, ну, скажем так, 26 с чем-то лет я живу здесь. Я могу попросить прощения для тех, кому непривычно мое имя, возможно. Поскольку это имя мое официально в паспорте 26 лет. И не потому что, скажем так, здесь так принято, а потому что имя несет в себе нагрузку определенную. И все начинается, вообще-то говоря, с цифр, с нумерологии. С моей точки зрения, повторюсь, как Игорь правильно сказал, я не истинно последней инстанцией. Но я это все изучал там, на Востоке. Вот в какой-то момент я поехал туда. И там я стал находиться в вопросе, имея образование на двух континентах. Вот мне захотелось выяснить, что такое Веды. Потому что я вдруг узнал о том, что есть какие-то Веды. Вот если говорить о том, что Веды, и скажем, то, что Игорь сказал, так есть одна некоторая неточность. Веды были не написаны. Это вот извечная общая ошибка всех людей, людей, которые считают, что Веды были написаны. Они были записаны. Верить или не верить – дело, конечно, каждого человека. Но, в принципе, рассказывается так. Пришел на Землю аватар. Ну, типа, вот сидит аватар у меня рядышком. Ну, которого все знают, конечно. И вот этот аватар, ну, звали его Вьясадев. Ну, дело не в этом. У него был Ганеш. Ганеш, который с головой слоненок, да, как его называют. Это на самом деле серьезный полубог. В общем-то, очень серьезный. И вот он у него был писарем. А почему это было сделано? Потому что 5000 лет назад наступило, как бы, 3102 год до нашей эры, наступила Кальюга, как вы так считаете. И люди потеряли способность запоминать. А раньше они запоминали, как бы, все. И вот решили, чтобы это не ушло, это знание, его решили записать. То, что изугодные скрижали, и тот атлант – это да. Я много этими вопросами. У меня даже есть, собственно, в sungatesradio.com, sungatesradio.com, да. Вот. А там есть на веб-сайте. Там есть об этом несколько там каких-то типа статей, небольших. Вот. И тот атлант – это был действительно там… Он опускался в воды Аменти, там, в зал Аменти. Короче говоря, он все время себе 10… Каждое туда погружение было 10 тысяч лет он себе давал. И он был действительно… Вот то, что Игорь сказал, это абсолютно так. Оно было. Так записано, будем так говорить. Ну, Аверды датируются, конечно, сроками в миллионы лет. Поэтому сказать, что они были написаны, трудно. Вот. Опять же, ну, для начала это информация, в которую можно поверить. И тогда начать разбираться. Вот Авер для себя дал слово. Я поехал туда и стал разбираться. А по поводу нумерологии мне она ближе. Я не астролог. И даже не нумеролог, на самом деле. Потому что есть люди, которые знают сотни, тысячи раз лучше, чем я. А я, так скажем, только учусь. Поэтому… Ну, мне она близко. Психология занимается очень много лет. Обладает уже определенными качествами. Ну, и когда я смотрю дату рождения, особенно если вижу человека или слышу его реакцию, то я даже по реакции, даже без даты могу, в принципе, сказать, как и что, и почему. Вот. А уже дело человека согласится, так или не так. Ну, и вот если мы говорим о Игоре, который я знаю совсем недавно, на самом деле, и, в общем-то, мы с ним, ну, несколько раз беседовали, то могу сказать вот что. Смотрите, есть две очень странные и очень серьёзные планеты. Эти планеты, они не входят, они не имеют физической массы. Я сейчас говорю концепцию ведическую. Как это описывается в летах. До какой-то степени можно сказать, что это уран и нептун, западная астрология, до какой-то степени, я сейчас скажу. Потому что на всех людей, на всех, без исключения людей, влияет планета Солнечной системы. На кого-то больше, на кого-то меньше. Ну, женщины знают, это на них все доедино влияет планета Луна, планета. А не искусственный спутник. Вот. Это их женский цикл. Это все знают, да? Это вода. Вот когда я сказал, скажем, иносказательное, там, учесть и совесть, это я имею в виду того, что где-то у нас была партия и так далее. Вот я это имел в виду. Но, вообще-то говоря, вода – это очень подвижная вещь, но она может быть очень бурная, океан поверхность, да? А может быть спокойная. Это как мы себя ведем, это, вообще-то говоря, за ум и эмоции, отвечайте, если нужно, предметно. И вот представьте, мы состоим на 85% из воды. Значит, любое изменение, оно будет влиять на воду, из которой мы стоим. Это не эта вода, которая под краном. Пять есть элементов, это все материальная природа. Есть еще несколько тонкие, еще более тонкие. И по дате России можно много сказать. Так вот, две планеты, а их называют Раху и Кету, где-то как-то, скажем, там, Махабхарде-Рамайде описывается ситуация, когда пахтали молочный, причинный океан, молочный океан, его так называют еще, просто, это не значит, что там было молоко. И оттуда достали амриту, напиток бессмертия. И вот Раху, он представился там, завуалировался, так скажем. И он сел на сторону полубогов, там система была, Суры и Асуры. Я рассказываю систему, можно не верить, конечно, но я вам расскажу, как это было. И вот его вычислили, и ему, Вишну, он своей сударшиной чакрой снес голову. Но одна капелька попала в горло, и она сделала его бессмертным, потому что это был напиток бессмертия. Но голова – это у нас Раху. Это в соответствии с этой легендой или мифологией, или как угодно, сказкой можно называть. А Кету – безголовый. Кету – это те люди, которые родились 7, 16, 25 числа. А Раху – голова. Это люди, которые родились 4, 13, 22 и 31 числа. Вот если мы возьмём, скажем, это можно отнести к Игорю, для определённой степени он 13-го, правильно? 13-го ты родился, да? 13-го декабря, 14-го. Я понял. Но пока будем считать 13-го. И здесь вот какая вещь. Это, в принципе, люди, которые уходят от материального, своей материальной сущности. То есть мы со своей body-mind теперь, по-английски. Вы простите, если я когда-то употреблялся, я читал, чего-то вставляет эти самые, ну, привычные так, мне всё-таки за столько лет. Мне надо тогда в обратном порядке переводить. Я за чистоту русского языка, это серьёзно, я пишу и вижу, и меня коробит, когда я вижу ошибки. В русском и даже в английском языке. Вот. Ну, так уж. Ну, бывают некоторые вещи, поэтому я приношу свои извинения, если я иногда вставляю какие-то английские слова, потому что так привычнее просто. Так вот, человек уходит от материальной своей составляющей, body-mind-spirit, или это тело-дух-душа, или тело-ога-душа, да? То есть наша высшая составляющая, это божественная наша, из триады, да, структура, это то, что находится ниже поверхности океана, а сверху торчит кусочек. Это тот самый типов драйберг или дракушка айсберга. Вот. Также человек, который рождён под этой планетой, он испытывает на себе влияние творческие, творческие мотивации. Это может быть, во-первых, это может быть физическая привлекательность. Как правило, это способность к изобразительному искусству, серьёзная. Это способность к писать что-то. Это лидерские качества, и это то, что мы видим, без сомнения. И это только надо, я отдаю должное, действительно, потому что я, как правило, не реагирую поначалу вообще ни на что и ни на кого. То есть человек, который пишет, не зная другого человека о чём-то, вообще не знает, он делает что-то, ну, как, знаете, как в Библии, не ведая, что творят люди. Вот, проще попробовать. Вот я пробую, вот я отношусь к этим людям, которые пробуют. Поэтому я и поехал в Индию, и не один раз, много раз, для того, чтобы попробовать. Когда я попробовал, то я некоторые вещи для себя выяснил. И я хотел бы, вот люди говорят, скажем так, конкретнее, поконкретнее. Поконкретнее я приведу пример роденовского мыслителя, да? Вот он сидит и думает. Трясти надо, а он думает, ну, что тебе делать нечего, в конце концов. Ну, иди, Ром, о, ты, что ты сидишь думать? А вот, оказывается, люди, тогда они что-то думали, да? Сегодня люди не думают, они что-то сразу, мгновенно реагируют, они мгновенно что-то отвечают, они всё знают. Ну, а тогда люди к этому вопросу относились достаточно осторожно. Сказать, я знаю, но это означает сказать о том, что я лучше знаю, иными словами. Поэтому когда-то Сократ умнейший мужик, да? Никто же не будет спорить. Сказал, я знаю, что я ничего не знаю. А что он вдруг это сказал? А он дал здесь очень много. А он сказал только лишь потому, что он допускал, что в человеческом теле всего-то он может ошибиться. Поэтому я благодарен Игорю за то, что он делает поправку. Вы знаете, да? Я когда посмотрел, мне это понравилось, если честно. Я редко куда-то прихожу и смотрю какие-то другие видео, на чём-то они основаны. Дело в том, что есть российский канал, насколько я знаю, РЕН-ТВ, да? Но там можно годами смотреть, и не всё это пересмотришь. Но там всё это как-то очень, да, красиво, очень серьёзно, очень интересно, мистически. Но мне хотелось бы, чтобы человек сам начинал думать, чтобы это было предметно, практично, чтобы это ему давало какую-то пользу от того, от этой информации. Поэтому, как говорил Райкин, первым делом, придя на производство, забудьте то, чем мы уже учили в институте. Не пригодится. Вот практически надо. Вот берёте, вот, Игорь говорит, берите и пересчитайте. Ну, кто не верит. А кто верит? Ну, пустое верит, но почему нет? Нормально. Человек так создан, ему надо кто-то, кто его за собой ведёт. В этом нет ничего плохого. Так нормально. Но есть же вещь, прежде чем кормить каждый раз, лучше дать удочку. Мы же знаем эту поговорку. То есть заставить человека что-то сделать, поработать. Вот я примерно так. Вот. И ещё раз, если говорить о планетах, то сейчас наступает очень серьёзный момент. Мне бы хотелось, чтобы Елена всё сказала, поэтому я сейчас закончу с этим. И, может быть, Елена оценит. Вот, допустим, ту информацию, которую я сегодня услышал, и те люди, которые, скажем, в этом чате присутствуют, Сангейт Сангейт Сангейт, на канал Сангейт Радио-Ар, потому что это русский. Точно такой же канал есть на английском, поэтому можно запутаться, но вот так. Так вот, я в какой-то из программ, я не хотел бы повторяться, но если будет интересно, я могу сказать. Так вот, в какой-то программе я говорил о том, что сейчас мы вступили в очень серьёзный упор, июнь-июнь, август. И вот сейчас три подряд затмения, два частичных, солнечных, а одно полное лунное затмение. То есть 13 июля, 27 июля, 11 августа, по-моему, или 11-13. И это всё накладывается на то, что, а вот Игорь будет потом проверять, это накладывается на то, что Марс идёт в ретроградное положение. Это не так часто, не так редко, каждые два года, но дело в том, что он находится ещё в знаке Козерог, и туда добавляется Кету. И вот те самые демонические как бы планеты, которые могут очень и очень серьёзно повредить нас, простых людей. И, соответственным образом, страны, мы же живём в странах, где-то, да, на каких-то территориях. И вот есть прогнозы, я не люблю слово предсказания, потому что вот то, что Игорь сейчас говорил, номера, что самое интересное, они никогда соответствуют, но соответствуют другой шкале, и вот действительно на шкале от нуля до тысячи. И вот, а я уже говорил в простом анонсе, примерно 200 пропало, да? Лена, пропало у нас Игорь с экрана. Что поделать? Что поделать? Да, что-то там. Ну, давай я сейчас быстренько закончу, да? Давай, мы его ещё раз как-то неудобно. Пропал человек. Полтора часа. Игорь? Ау? Куда-то всё пропало. Да, на обрыв связи был. Обрыв связи был. Значит, мне тогда сейчас, секундочку, придётся сделать секунду. вот так, да? Ну вот, по-моему, сейчас всё в порядке опять, да? Нет, нет, нет. Тебя не видно. Да меня, что там видит меня-то? Сейчас я посмотрю, как меня там будет видно. на секунду. Нет, это не то. Это я потом покажу, если будет интересно. Люди же хотят прогнозы знать, да? Так. Ну вот, теперь видно. Видно, да? Да, да, да. Нудная сказка, да. Конечно, нудная. Про Джоли По я не знаю. Вообще-то говоря, друзья, меня она не очень интересует. Но я по-другому к этому отношусь с точки зрения, не то что физической, а даже с точки зрения психологической, можно так сказать, астрономерологии. Ну и до сих пор я не помню, уже давно не помню, чтобы человек сказал, что это не так, как я, допустим, описал. Но мне хотелось бы, чтобы практичнее, вот у нас Елена, а я обычно к ней направляю людей, давайте сейчас мы её вот на экран выведем, поскольку она является парапсихологом, экстрасенсом, медиумом, и мы, ну не мы, мы в центре Сангейса, сотрудничали с ней, потому что есть люди, которые не в состоянии справиться с проблемой, как ты их не веди, что-то им не говори, и на это есть основания, поскольку есть такое понятие карма. Вот. И её никто никогда не отменял, и надо с этим быть очень и очень и очень осторожным. Вот в своё время мы все что-то натворили, и немало натворили, и продолжаем творить. Ну вот, как с этим быть? И тогда вот мы обращаемся к Елене, которая нам помогает. Вот. У меня вопрос, Елена, тогда к тебе. Вот. Была информация. Как ты оцениваешь информацию? Объективно. Рассказать. Но без противопоставления, потому что этого я не приемлю, ты знаешь, да? Что такое ты имеешь в виду противопоставления? Так, тебя не слышно. Громче. Ну, я не могу громче, я нормально говорю, как всегда. Это что-то у тебя там не так. Игорь, а почему Елена не слышно? Как ты думаешь? Ну, значит, что-то не включено. Ну, связь такая. Меня же ни одной кнопки к ней не ведёт, я не знаю, как она. Да и меня хорошо слышно. Ну, сейчас меня слышно. Очень, очень тихо. Ну, я не знаю. У меня всё нормально. Так же точно, когда я с тобой эфир веду. Может, микрофон поставить к тому динамику, где она говорит? Люди все говорят, что всё слышно отлично. И микрофон. У меня достаточно серьёзный микрофон, на самом деле. Я могу к тебе ближе поставить? Это вам не слышно. Людям отлично всё слышно. они пишут. Елена, слышно или нет, Игорь? Я, Елена, слышно? А, ну, раз Елена слышно, тогда... Люди пишут, что всё слышно. Не важно. Главное, чтобы люди слышали. Леночка, поехали. Ну, насчёт противопоставлений. Я просто скажу своё мнение. Я скажу своё мнение, как бы, да, я всё выслушала, да, всё очень интересно. Ну, на твоём канале не слышно. Нет, на всех. Не? А, нет, Елена, но не слышно. Все слышат меня, я говорю, все меня слышат. Нет голоса пишут, да. Кто говорит, нет голоса? Ну, и мне не слышно, к сожалению. Лен, ну, надо что-то... А может, ты выйдешь и зайдёшь опять? Я никуда не могу зайти. Я пошла в посылки, которые ты мне дал. Давай мы сделаем так. А есть у меня скайп? Она пускай пересоединится к нашему... Я могу позвонить по скайпу, Лен? Ну, конечно, я сейчас включу скайп, конечно. Сейчас, сейчас, сейчас. Какая разница, её и так видно. Сейчас я ей позвоню по скайпу, по телефону просто, и всё будет в порядке. Ну, да. Звоню по скайпу, Лен. Я ещё не включу. Не, 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 не надо звонить. Надо присоединить к нашей беседе. Подсоединить? У нас уже беседы есть. Присоединить, добавить. Вот плюсик есть, вот видишь, плюсик. Да, я понимаю. Я думал, чтобы проще было, чтобы не мешать с этим. Нет, тогда ты будешь с ней говорить, у нас прервётся. А надо к этому сеансу добавить и нового участника. У меня тоже есть вера, где-то, как рояль в кустах. Пока что она не проявилась, но она тоже будет добавлена. Ну, если будет время или там обстоятельства, можем пообсуждать что-то. она видит на толком плане и может что-то интересное рассказать. Мы через неё общались с Радомиром и другими сущностями. Ну, пока она подключается, я про это говорю. Что-то. О! Елена? Ну, привет, други мои. О, привет. Ну, фото или видео вы видите? Да мы видим тебя везде. И фото, и видео, и аудио. Рассказывай. Ну, в общем, я так скажу, как бы твои слова про противопоставление, как бы я что-то вот тему это не поняла. Ты спросил моё мнение или тебя что-то волнует? Всё, забудь. Мнение я спросил. Мнение. Насчёт чего конкретно? Насчёт информации, которая сегодня была у нас в эфире и которая идёт у нас сегодня в эфире. Ну, в общем, я так думаю. Существуют принципы выходов в астрал на разные пласты абсолютно, да. И люди, контактёры, выходя на эти пласты, могут пересекаться совершенно с различными сущностями богов, причём которые в разные эпохи существовали, привязаны к этому предметному пласту Земля. И абсолютно точно можно сказать, что выходя в астрал, допустим, да, и все профессиональные астральщики это подтвердят, можно выходить как на свою планету, как на около астральное пространство, и, естественно, считывать ту или иную информацию либо из прошлого, либо настоящий момент, либо, допустим, элементы будущего. Хотя будущее, по сути, оно имеет большие размахи, да, то есть нет одной единой линии будущего. Вот. Ну, как-то вот так всё. Игорь, ты можешь задавать вопросы, естественно? Да. Или друзья могут задавать вопросы всех, которые присутствуют в двух чатах? Два канала, пожалуйста. У меня такой вопрос. Ну, в принципе, я хотел бы обсудить, мы это планировали, я это анонсировал. Вот ту информацию, которую я вкладывал. Лена, ты смотрела видео про правителя? Игорь, ты, конечно, извини, но я очень плотно имею большой график, занятый, и я просто не успела посмотреть. Час времени у меня не выдался. Я пришла буквально перед эфиром. Нет, вопрос нет, нет. Никто не обязан. Просто я спросил. Нет, я не успела, ты извини. Но у меня есть на это, есть своё мнение. Если, конечно, вам интересно моё мнение, я могу сказать. Да, да, да. Любой мне. В своё время, когда мы с моим бывшим мужем, Всеславом Марковичем Соло, ездили, гастролировали по России, у нас, соответственно, замеряли тоже энергию. И тогда на уровне КГБ, а сегодня это ФСБ, тоже замеряли, делали замеры. Я сейчас не помню, в каких микронах или километрах, или метрах это всё есть, но там десятибальная шкала, да, как бы. И это десятибальная шкала, в которой, по сути, по которой рассчитывается уровень экстрасенсорности и мировосприятия, да, ментальности человека, который может быть, допустим, тем или иным учителем или ещё кем-то. Ну, допустим, сейчас могу ошибаться, но уровень Христа что-то было около девяти. Вот. Поэтому я, например, знаю такую схему линейки оценки, да. Сейчас на уровне федералов, соответственно, существуют разные оценки экстрасенсорного восприятия, и в том числе то, что, возможно, Игорь сказал, да, как таковое есть. Но, опять же, мы не умеем точного метража прощупывания или воздействия, да, допустим, чего-либо. То есть как мы можем измерить энергию экстрасенса одного или десяти? То есть в чём она может измеряться? Уровень проводника – это одно, уровень экстрасенса – это другое. Уровень человека, выходящего в астрал, и его видение и раскладка на уровень мира – это одно. А уровень человека, который выходит на предметный астрал, около предметный, да, допустим, поиграться только по системе Михаила Радова – это практически уровень человека, который ни на что не влияет. Но единственное, что он сам попадает под влияние потустороннего мира очень плотно, да. Поэтому всё сейчас очень много имеет, все имеют огромный поток информации, и практически единого целого в этом сейчас нет. Поэтому у Игоря своя точка зрения на это достаточно интересная, да. Вот он всё измерил в Солнце ликом Ра, да. Очень даже интересная система измерения. Вот человек пишет, что у неё нет звука, опять же. Насчёт шкалы какой? Насчёт шкалы Ра вам всё объяснил Игорь. Я по этой системе мир не воспринимаю, я не измеряю, сколько Ра сейчас у Америки. У меня другая система оценки. Я это вижу как экстрасенс, как парапсихолог. Я не измеряю это в километрах, метрах. Можно сказать, да, я могу измерять это в силе экстрасенса. Но у каждой страны своя весовая категория, которая энергетически зависит от потенциала сознания людей, которые живут в этой стране, от потенциала самой спецслужбы и тех знаний, которые эта спецслужба имеет, от целей и задач этой страны. И, соответственно, мы можем иметь каждый момент времени разную измеряемость того или иного объекта. И воздействовать на эту измеряемость не каждый может абсолютно. То есть существует система созерцателей, и люди могут влиять на это абсолютно, да, точно. Каждый на своем уровне. Но есть система созерцателей, то есть или, допустим, ну можно назвать сильных экстрасенсов, назовем их так, сильных парапсихологов, сильных эзотериков, которые могут даже не афишировать себя или афишировать, но они все соединяются в единую сеть. И практически именно этот поток влияния усиливает одну страну или, наоборот, ее делает меньше. Вот в чем дело. Поэтому я, опять же, не размеряю это в РА или в других вот шкалах, которые сейчас говорил Игорь. У него, опять же, свое видение, у меня свое. Понятно. Ну, есть на самом деле шкала, я о ней говорил в прошлый раз, но, опять же, это шкала, его зовут, давайте я могу даже, сейчас, по-моему, может, она у меня есть, Джан Хоукинс, и он от шкала от нуля до ста, как правило, большинство людей, очень, ну, процентов 90, наверное, на Земле живут до 200 единиц, рождается свыше 500, их называют экстрасенсы. Чем они отличаются от профитов? От профитов они могут отличаться тем, что профиты – это те, кто профиты, да, те, кто предсказатели. К ним относятся, в первую очередь, к Нострадаму. Баба, Ван, они относятся к предсказателям, ну, скажем так, высшей категории. Вот, это люди, которые рождаются один на много сотен тысяч, и даже на миллионов, потому что уровень 500 и выше раздается один на 100 тысяч человек. И Баба Ванга, допустим, имеет свыше 550, но не 700, тем не менее. Иисус Христос имел тысячи. Определяется это, скажем, таким моментом, который называется точка сборки, его по-русски называют сразу. Вот, она находится примерно в 60 до 30 сантиметров вокруг нас и примерно на уровне сзади, на уровне, скажем, правой стороны. Вот, если нам удастся передвинуть точку сборки на уровень сердца, анахата, тогда это будет примерно уровень 500. Повторяю, такие рождаются один на 100 тысяч. Их, вариант их прогноза, ну, точнее, даже, можно сказать, предсказания в какой-то степени, ну, до года, может быть, пару лет. Потому что Нострадамус предсказывал несколько сотен лет, да? И два из них попадают на наш век, 21 век. Примерно 2148-149, где-то, я не помню точно. Вот, значит, единственный человек, сегодня нам известный, это Иисус Христос. У него был уровень 1000, он поднял свою точку сборки. Ну, это Карлос Кастанет, кстати, описал, можно почитать, кто хочет. Поднял на уровень нимба, да? То есть это выше, выше, чем Сахасрара, выше, чем высшая чакра, седьмая. Вот. Ну, Эдвар Кейси был примерно на уровне, примерно на уровне Бабы Ванги, который предсказал очень и очень много. На самом деле, я не знаю, мне надо сейчас попробовать, я могу показать, сейчас посмотрим, у меня есть программы, несколько программ я делал, сейчас я попробую, ага, вот, давайте, я покажу картиночку, сейчас я передвину сюда, вот, смотрите, ну, вот эта вот картинка, она показана всего лишь шестьдесят седьмого года, это мировое, скажем, ничего не видно, какая картинка? картинки не видно? Видно. Я не знаю, как показать, а почему картинки не видно? Я вижу картинки, ты вместо себя покажи эту картинку, тогда мы увидим картинку, мы видим тебя и фотографии Елены. А сейчас не видно, да, тоже? Ну, давайте не будем экспериментировать, ладно, я могу просто сказать, не знаю, она видна, скажем, она у меня видна, а видна ли она у вас? Да, наши видят, вот, на моем канале, она видна, эта картинка я показывал, а почему она не видна на этом канале, я не знаю. Сейчас попробую на этот передвинуться, вот сейчас видно или нет? Игорь? Ну, я сейчас тогда сделаю, сделаю хитрый ход и сейчас, да, вот сейчас видно. А, ну вот, видишь? Ну, все, тогда она у меня, допустим, исчезла, а вот так, да? Вот сейчас видно? Ну, вернее. Сюда? Так, да? Да. Окей. Ну, она сейчас видна везде, у всех. Это, видишь, Игорь, это с своей стороны, да, ты регулируешь. А, значит, картинка вот, о чем говорит. Ты что-то ее тут двигаешь куда-то. Я взял экран с твоего эфира и поставил к себе. Так. И он пошел туда. Пошел не туда. Ну, давайте я вам скажу вот что. Очень и очень серьезные это данные, они, как бы, почти нигде их нету. Так уж получилось, что за многие годы я имею некоторые подписки, они называются underground, то есть они подземные, да, как бы, ну, то есть не видны. Чтобы не пугать людей, короче говоря. Вот. Мы находимся сейчас, 2018 год, до 2020 года, 2020 года мы будем продолжать, то есть мы сейчас как бы в падении некоторым находимся. но до 2020 года мы будем, не видно, да, картинки? Сейчас отлично. И Елена, и всем тут вживую хорошо собрались. Да, но картинки нету, правильно? Да ладно, картинка. Ну ладно. Короче говоря, вот люди хотят прогноз. Так вот, 2020 глубочайшее падение предвидится всего, абсолютно, то есть всех маркетов, маркетов я имею в виду биржевых, поскольку я с 22 года этими вопросами, так сказать, не по наслышке занимаюсь, а очень серьезно. Вот. И вот с 24 года начнется подъем по миру. Если мы сейчас возьмем картиночку, есть конкретно Россия у меня, сейчас я ее найду, маркеты? Нет, это не маркет, это положение экономическое положение, геополитическое положение другое. Ну, вообще, положение в мире. Вот у нас есть Россия. И Россия сейчас находится до 2019 года, до 2020 года она будет находиться в падении и в соответствии с этой картинкой, будем так говорить. Но, начиная с этого времени, все пойдет вверх до 2024 года. Секундочку, я тогда твой эфир поставлю. до 2024 года, все идет вверх, конкретно Россия. После этого опять идет падение вниз аж до 2024 года и дальше опять вверх. Вот, видно, да? Вот Россия. Вот эта зеленая черточка вниз, это мы сегодня, 2018 год. то есть мы находимся в падении, имеется в виду, мы в России находимся в падении по экономике, по положению и так далее. Но потом, вот видите, будет подъем. Дело в том, что по прогнозам очень серьезная штука. Вот мы, во-первых, находимся в эпохе водолея. Водолея это, в общем-то, месяц, но опять же, связанная с водой. И это всякие волнения. И вот предвидится о том, что конец этого года и начало следующего года до февраля месяца тяжелое положение для руководства России. Ну, знаете, да? Руководство. То. У руля. Ну и плюс, соответственно, второе лицо тоже, естественно. Ну, это прогнозы. Еще раз. Пророчество, они не имеют абсолютно никакого отношения. Это связано с положением на небе, будем так говорить. И это объективно, потому что такие случаи были неоднократно, и они каждый раз прослеживалась именно такая тенденция. Вот. Ну, я не знаю, может быть, нам сейчас давайте все-таки Лена расскажет больше по этому поводу, как, допустим, парапсихолог. Лена. Ну, я не вижу таких пессимистичных прогнозов. Господину Путину все будет нормально. Да, Медведев, Дима, мы под сомнением, но все-таки я думаю, что мы выстоим, у нас все будет отлично в России. Я даже думаю, что мы помиримся с Трампом, с Америкой и вообще станем дружить, как ни с Трампом. Возможно. Тут есть вопрос о правителе Земли. Ну, смотрите, да, действительно, есть Бог Солнца. Вообще-то говоря, в едической концепции был назначен, значит, его зовут Ману. Ману. Вот. И было поведано, это правители, и я не помню, какого по счёту, но их много, и они живут очень и очень долго. Я не помню, какого по счёту этот Ману. Но все ведические знания были поведаны Богу Солнца, действительно, Ра, который поведал своему сыну, ну, и вот был выбран, периодически выбирается вот этот Ману, который правит Землёй определённое количество лет. Если сейчас я об этом рассказываю, то это будет достаточно долго. Я думаю, можно сделать об этом просто отдельную передачу. Мы уже в эфире сколько? Два часа, получается. Да? Почти. Поэтому, ну, не знаю, у меня лично без десяти час дня, а по московскому времени, тем более, ещё там, на восток, намного поздно. Можно до полуночи. Да. Нет, нельзя до полуночи. Я как бы человек занятый, я так не могу ещё три часа разговаривать. Я шутка. Не такие шутки. Да. Не надо отпускать, я прям напряглась на три часа ещё. Не-не-не. Ну, Лен, ты ж, мы же вольные люди, в общем-то, живём в свободных странах, правильно? Да, отключиться можно в любой момент. Поэтому, когда есть, да, желание отключиться можно. Вот. Но, видите, кто-то, кому-то, так, бред, кому-то не бред. Вопрос-ответ. Игорь, вот, предлагает вопрос-ответ, будет мобильнее, чем рассказывать там байки. Так, что, какой-то вопрос задать, да? То есть, это прочитать. Ну, я не знаю, да, прочитать. У меня возник вопрос. Ты начал говорить, что у Солнца своему сыну передавал правление или как-то, да? Это ты имел в виду Ману или какому-то другому сыну? Ты сказал, что Ра передавал правление землёй своему сыну. Вот этот момент поясни, пожалуйста. Нет, они там не совсем так там имеют имена, а не другие. И Швак там, в общем, там, ну, по физической опять же концепции там достаточно иерархия идёт, наследники идёт. Но, в принципе, считается Ману, они правители земли выше этого. Но, это, ещё раз говорю, это физическая концепция, в данном случае это не имеет особого, на мой взгляд, значения, как бы мы соответствуем тому, чему нам надо было бы соответствовать. вот это, мне кажется, более важно. И вот тут Елена как раз может помочь. Вот как поднять вибрации, скажем, самому человеку, их же надо как-то поддерживать. Ну, взял Игорь, нам сегодня поднял все вибрации. Это до бесконечности будет? Вот один раз поднял, и всё, они такие остались, или они будут падать? Они падают и держатся, это зависит от поведения человека. Те люди, которые подключены к религиозному эгрегору, те вообще ходят нулевые или имеют какой-то низкий уровень. Я, кстати, могу, если вы хотите, посчитать ваши сейчас параметры, если хотите, опять же. И по моей методике я могу посчитать уровень сознания, осознанности, уровень служения другим или себе, уровень кармы, что ещё, рака, сала и та, уровень та, ну вот это новая энергия или энергия Творца, если хотите, если не страшно. Но опять же, это не значит, что там у меня там истина и так далее, это мои почёты, с которыми можно соглашаться, может нет. Кто-то хочет из вас? Ну, я не хочу, потому что мне это не нужно. Я свою силу знаю, я знаю, что я вижу, что я делаю, поэтому мне не нужно ничего замерять. Майор, кто же? Игорь, я не в теме, я не могу судить того, чего я не знаю, я вообще не судил ничего. Я говорю, хочешь ли ты узнать свои параметры? Мои параметры? Да, да, по моей шкале. Я тебе говорил о своём день рождения, ты говоришь, я тебе посчитаю, скажу, как ты выглядишь по астрологии. Ну, я не закончил, там много чего можно ещё говорить, но, ты знаешь, давай, нет, а зачем? Это можно сделать вне эфира. На самом деле, я могу сказать вот что. Я могу сказать, что у нас есть, вот сегодня было как раз занятие в курсе Елены Смирновой, она руководитель курса в школе познания, которая идёт в центре Сангейса, она учёная. Но она учёный, перешедший в раздел эзотерической психологии и философии, и она измеряет ауру человека, аура – это энергетическая составляющая наша, правильно, чакры все, по своей системе, по своей программе и по своим приборам. Они опробованы, ну, в смысле, подтверждены, они запатентованы и так далее. И она, в том числе, и мне считала, но она сказала, не нужно тебе открывать вот эту, скажем, матрицу, вот это вот яйцо, потому что, ну, вот потому что, короче говоря. Тем не менее, она есть, где-то я показывал в каких-то передачах, поэтому, в принципе, я знаю, методики разные, но зачем? Смотрите, это важно достаточно, и это вот обоих касается, но просьба к этому подключиться. Мы в чате вчера обсуждали, вот, как у нас это будет происходить, и одна видящая, ясновидящая сказала, слушайте, мне вот такой, по-моему, это во сне или в медитации, короче, я вам говорю, какой-то вирус на том-ком плане появился в тот момент, когда мы стали это обсуждать, вот будущий эфир, и потом другие подключились в итоге, так я сжимаю весь этот пересказ, к названию Сан-Гейтс кто-то, ну, наверное, кто-то из твоих гостей, ну, не знаю, кто подключил или привязал, или, ну, в общем, привязал вирус некий такой энергетический, и вот тут как бы два варианта дальнейшего события, ну, предполагается, первое, это уничтожить и прекратить общение или что-то еще такое сделать, или сделать нечто другое, что сделал я, я сейчас вам расскажу, я этот вирус убрал, просто прогнал и подключил это название Сан-Гейтс к источнику РА, и сейчас Сан-Гейтс излучает РА, и я это сделал без спроса, я сейчас его отключу, если ты скажешь, Майкл, или, ну, мне хотелось бы проверить, допустим, через Лену, во-первых, был ли этот вирус, если сейчас там, ну, энергию раз, посчитать, если человек не чувствует ее, но, во-всяк случае, есть ли в этой истории какой-то смысл, ну, и правильно ли я поступил, опять же, я открыто говорю, потому что это была угроза для нашего чата, соответственно, и для тех, кто какое-то время смотрел, наверное, к ним это тоже было, для чего это было сделано, ну, я могу предполагать, ходят тебе разные, ну, как сказать, сильные или не сильные, с разными эмоциями люди и могли что-то в своих интересах сделать, может, это и не так, ну, наверное, тут вот Лена может, так сказать, просветить эту тему. Ну, периодически на Сангейс радио идет определенный негатив, как вы говорите, подключение, периодически, как бы, я мониторю ситуацию, так что все прошло нормально, как вы видите, мы сейчас все общаемся, как говорится, все чисто, абсолютно сейчас честно, воздействия, они есть, они будут, потому что Сангейс радио определенную позицию занимает и в научно-популярном освещении, эзотерике, психологии, и все это действительно волнует большое количество людей, в том числе определенный круг спецслужб, и, естественно, будет, подключение, будет воздействовать кто-то в минус, кто-то в плюс, есть также поддержка, естественно, это понятно, за нашими спинами, так что все сейчас чистенько, все нормально, но если вы тоже почистили, спасибо вам большое. Майк, убирать, а зачем убирать? Если это в плюсе, то не надо плюсы убирать, надо минусы убирать. Человек должен, да, человек должен, чтобы что-то принять, он должен убрать тот самый мусор, который в нем находится, это же известная вещь. Я всегда рекомендую посмотреть, ну, как минимум, фильм, или почитать, есть классная книга, кто не читал, называется «The Way of Peaceful Warrior» или «Путь мирного война». Наверняка многие знают. И был фильм, американский фильм, ну, он не по этой книге, но примерно в первом приближении, где там об этом говорилось очень много. Вот, очень рекомендую, это интересные, интересные вещи. Поэтому надо убрать, не нужно, а насыпать плюсы, короче говоря. Так что я лично благодарю, вот, я просто не знаю, насколько и как я этими вещами не занимаюсь. Простите, можешь ли ты определить, вот рядом сидит Будда, аватар, да, скульптурка, от нее идет какая-нибудь энергия? Это ты меня спрашиваешь, или Майкла? Да, 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 Елена, тебя, да. Ну, вообще-то да, потому что Майкл постоянно с ним общается. Энергетический потенциал есть. Но опять же, это на уровне скульптуры, а не сущности, которая в нем сидит, правильно ли? Да, да, да. А ты сможешь определить изменения? Если я сейчас ее назначу источником РА, сможешь почувствовать, что изменилось? Ты не можешь назначить скульптуру источником РА, по той причине, что она не несет никакой энергетической нагрузки, по сути, понимаешь? Нет, ну, мои полномочия в моей полномочии... Послушай, Игорь, я в твоих РА не считаю энергию, понимаешь? Я считаю по-своему. Я же тебе не задаю вопросы, как снимать негатив и как просматривать людей на негатив, понимаешь? Ты выбрал свою систему, ты считаешь по системе РА. Спасибо. Я считаю по системе экстрасенсов. Вот в этой буде, вот в этом аватаре скульптуре, я тебе скажу, что там 25 экстрасенсов сидит. Тебе это устроит? Вот такой расчет. Вот я увидела, энергия экстрасенсов, один экстрасенс, да, один экстрасенс. 25 экстрасенсов по силе сидит вот в этой скульптуре. Представляешь, как интересно? А как ты это на энергию РА рассчитаешь? Это уже твоя проблема. Ты же в этой энергии считаешь. Ты можешь так. Это не говорит о том, что если я так не считаю, то я этого не вижу, понимаешь? Просто у меня одна система ценностей, и у тебя другая. Всего лишь. Ну вот в этих экстрасенсах, если я сейчас что-то сделаю, ты сможешь еще посмотреть, вдруг я стал 27 или 20. Я думаю, что сейчас может стать, ну, 26. С учетом своего влияния. Я еще ничего не делал. Ну, как сейчас делать? Ты не понимаешь в одной вещи, что когда ты уже начал говорить, ты уже что-то делаешь, понимаешь? Если ты этого не воспринимаешь, то, соответственно, не обязательно кому-то говорить, что ты что-то делаешь, и это уже происходит. Это происходит, как только ты это задумал. Твоя энергия уже пошла усиливать этого экстрасенса, своей энергией. То есть ты просто к 25 экстрасенсам в этом аватаре подключил себя 26-го. Вот и все. Нет. Себя я не буду отключать. Нет, ты же подсоединился, ты вложил свою энергию, свои силы. Хотя ты не экстрасенс, по сути, а проводник, но все равно ты туда вложил эту энергию. А теперь задаю я вопрос. А зачем в этот аватар бессмысленно вкладывать энергию и считать, сколько в ней будет сегодня или завтра, или послезавтра? Смысл от этого? Объясни мне. Это талисман центра всего лишь. Он работает подзаряженный от того количества экстрасенсов, которые видят его, когда Майкл ведет передачу. На данный момент сила экстрасенсорного влияния это как 25 экстрасенсов. Он талисман. Ребята, дайте я немножко расскажу одну вещь. В Индии есть всем известный темпл, храм. Он занесен в книгу рекордов Гиннеса. Можно посмотреть. Он называется Баллочи Темпл. Или храм Баллочи. Он находится в месте, которое называется Терупати. Терумала. В свое время там находился Вишну. А это значит, Бог. Ну, неважно, в индусской, как то угодно, в ведической системе. И вот пришло время, он сказал, ребята, я ухожу. Время пришло. Ну, все начали плакать, рыдать, естественно, на кого ты нас покидаешь. А он говорит, вы не переживайте, я сейчас поставлю храм. Вот. И вы будете приходить ко мне. Это правда, кстати. Ребята, я прошу не шутить здесь, потому что это очень серьезные вещи. Мало ли что будет. Может быть, точнее. Так считается. Так вот, был возневигнут этот храм, и туда приезжают паломники со всего мира. Значит, примерно в день посещает, я-то был не один раз, примерно посещает 20-25 тысяч каждый день, выходных там нет. Почему он занесет книгу рекордов Гиннесса? Он считается самым богатым храмом мира. То есть, там деньги, которые туда приносят мешками, слитками золота. Никто не считает. Храм достаточно эффективен в работе только за то, что там просто еще отдельные какие-то там дают пожертвования, скажем так. Как там происходит? Там огромная очередь здесь. Я помню, первый раз я когда приехал, право дмитрий нас повез туда где-то примерно в полшестого утра, потому что в шесть открывается. Выяснилось, да, открывается в шесть, но началось движение в двенадцать. То есть, шесть часов мы стояли в очереди, а потом часа полтора мы еще шли вот этими вот загогулинами по коридорам, по всяким, по разным, пока мы не попали в то место, куда все стремятся идти. То есть, вообще, в принципе, это единственный храм, который не был разгромлен и разворован. Когда было, мусульмане, когда вот в Индии было, так скажем, нашествие, они побоялись, они убоялись гнева богов, потому что считается этот храм канцелярией бога. Вот. Он выложен из чистого золота, купол, там просто сумасшедшее количество драгоценных камней, и все великолепно знают, что не дай бог там что-то такое там где-то там украсили, что. Так вот туда идет, когда ты выходишь на финишную прямую, скажем так, ты уже не двигаешься. Тебя поток просто несет, поток людей. А вот в глубине дверь и в глубине божество стоит. Ну вот здесь это, ты говоришь, статуя, а там стоит, ну, можно назвать это как угодно, статуя. И там божество. Весь смысл всего этого дела заключается в том, что нужно попасть туда, ну, все стремятся как можно ближе, там охранники ставят, естественно, не попадешь туда. Но в глубине надо, так сказать, поклониться этому божеству и пожелать что-то. И вот считается, что возврат один к тысяче. То есть там осуществляется все материальные и все нематериальные желания. Вот с этими вещами надо быть очень осторожным. Все это называется Мурти. Все это называется Мурти. Вот. Это, тут у меня много, короче говоря, стоит, да? Вот. И это вещи, которым надо оказывать почтение. Я могу, Майкл, сказать насчет религиозных дел, если хочешь, интересно тоже добавить к твоей теме. Да, пожалуйста. Извини, что перебила. На самом деле, на самом деле, все очень интересно происходит, если, допустим, посмотреть на храмовые, ну, вот эти вот постройки, да, взять, допустим, эгрегоры храмов, да, религиозные, то в каждом храме достаточно сильный эгрегор. Опять же, зависит это от священника или, допустим, ну, как в других религиях это называется, да, или жреца, если это родновера. Вот, то есть принцип, чем больше людей верят во что-либо, допустим, да, вот Игорь-то сказал, что люди в религии верующие очень слабые. А я тебе скажу не так. Я вот сегодня работала с человеком, достаточно люди православного толка, и у них это подключено на уровне священников, то есть им разрешено работать, это целительница. И я скажу такую вещь, что достаточно сильные наработки, как у православного целителя, у неё есть, то есть у неё постоянно связь идёт с ангелами, с архангелами, чуть ли не с божественной иерархией, да, там, именно по христианству. Поэтому нельзя сказать, что как бы это тоже для тупых или для баранок. Нет, абсолютно. Для кого-то, для кого-то религия это этап. Более потом следующему осознанию в эзотерической сфере. И прямо скажем, я тоже начинала с православия, я иконы писала, да, там, мне интересовала очень иконописи, я люблю Андрея Рублёва и Феофана Грека до сих пор. Но я сейчас родновер, да, как бы, да, и у меня, соответственно, другое мировоззрение, я эзотерик. И абсолютно те эгрегоры, которые, допустим, сейчас очень мощны, это у нас определённые религии, да, мы сейчас не будем их называть, все их и так знают, они определённую силу представляют. И никак нельзя сказать, что это слабое что-то, это очень сильное противостояние всему другому мировоззрению на земле. Поэтому буддийский эгрегор очень мощный, очень сильный, я тоже к нему, кстати, склонна, там достаточно сильные вещи говорятся, и в принципе у Будды это учитель хороший. Поэтому нельзя сказать, с этим очень надо осторожно, Майкл прав, потому что наполнять, одно дело, ты делаешь сам талисман свой, понимаешь, ты зарядил его, и он работает на 25% или 300 раз, но другое дело, понимаешь, если это скульптура в определенном месте, если это, допустим, не дай Бог, еще храмовый комплекс какой-то, там зарядка до тебя была мощнейшая, там зарядка от веры людей зависит, и ты не можешь вмешиваться в этот процесс, ты можешь только дозарядить своей верой и любовью, но ни в коем случае не гордыней, вот в чем дело, и поэтому здесь очень все тонко, потому что если, не дай Бог, шарахнет христианский Григорь, или мусульманский, или буддийский, или родновиров, русская религия, русских богов, то мало не покажется никакому, понимаете, человеку, поэтому, если ты в этом как бы все-таки понимаешь, я советую тебе с этим быть очень осторожным, вот это не битва экстрасенсов, понимаешь, мы говорим о серьезных вещах, согласись, и у каждого из нас свой опыт и свои традиции, свои мировоззренческие практики, поэтому я вот такое хотела бы сказать. В феврале того года было полнолу, это тоже затмение какое-то, и мы с ФИИРом отключили религиозные Григоры, ну так получилось, да, так что по тем полномочиям, что есть у меня у ФИИРа, вот эти моменты, конечно, они важны, чтобы люди, так сказать, имели хоть какие-то ориентиры и какую-то обузданность, да, но в дальнейшем в планах наших религии должны исчезнуть и на место религии должны прийти знания, потому что знания нельзя обмануть, веру обмануть можно, много вер есть, каждая вера считает себя истинной, а это неправда, не может быть пять или шесть истин. По поводу, ну и соответственно, вот эти моменты, что, конечно, я понимаю иконы, я тоже ходил в своё время в храмы и определял, какая икона действующая, которая получает энергию, а которые пустые. Был я тоже на этом уровне, вот, и понимаю, и был в Таиланде, в Китае, в Индии, то есть я по всем таким святым местам в Иерусалиме был и с уважением отношусь к храмам и так далее. Ну вот, мне приходится немножко, ну, можно сказать, не очень тактично подходить к этим вопросам, потому что у меня задача это менять. А если относиться точно так же с придыханием ко всем вот этим символам, да, святым и так далее, то менять ничего не надо. Ну, в это люди верят и не мешают, то есть не подходи сюда. И тут люди верят, ну, не подходи. Миллиард здесь, миллиард здесь, тут полтора миллиарда, и тогда моя задача, которую я вижу, да, и на котором есть все полномочия и энергии, не будет выполнена. Поэтому я и с уважением отношусь к христианам, к религиозным людям, потому что и сам был таким, но при этом надо потихонечку, это мое мнение, или моя задача потихоньку открывать глаза, что Бог, Он не господин своих детей, ведь Отче наш говорит о том, что Он Отец наш, правильно? При этом говорится, что Он Господь, и мы его слуги, мы его рабы, это как у такого у религиозного человека это все в голове остается, для меня там иногда непонятно, просто человек не задумывается, что происходит. Вот, то есть в каждой религии есть такие слабые места, которые, если вот так с каким-то теологом пообщаться, все рассыпется. Я готов с любым таким поговорить, но не буду рассуждать дальше. И такой еще момент, вот по поводу отключек, лечений. Мы вчера с Майком в два часа примерно говорили на разной тональности, вот, мне такая мысль после словия, после нашего беседа осталась, что есть два подхода. Вот его канал, он предоставляет информацию, предоставляет тех людей, которые могут помочь другим людям в лечении, ну, там, в очищении и так далее. Ну, про мой канал вы не знаете, но мои знают. Значит, я даю инструменты, чтобы люди сами брали, очищались, поднимались и так далее. Почему? Я считаю, это мое мнение, что процессы самоисцеления находятся внутри каждого человека, что Бог внутри каждого человека. И мы, экстрасенсы, только должны им помочь, чтобы раскрыть свои способности, свое самовосстановление. И я думаю, я в этом очень уверен, что и Кашпировский, и не знаю, кто еще, все экстрасенсы, они всего лишь влияют на то, чтобы включить у человека процесс в систему самовосстановления, которая описана во многих умных книгах. Это не я придумал. Иногда это поток энергии, который помогает включить этот процесс. я хочу сказать, что на моем канале я людей хочу, чтобы они раскрылись и поняли, что они дети Бога, что у них есть куча способностей, которые закрыты, скомплексованы, заблокированы, сархивированы. Их надо раскрыть и стать выше и стремиться к Богу. Это немного противоречит интересам экстрасенсов, но я думаю, что я сначала думал, как же так, многие рейкисты ко мне обращались, говорят, ну и что теперь, нам что, не лечить рейками, а можно ра лечить? Лечите, пожалуйста, я всем даю свободный, бесплатный доступ, берите эту энергию и лечите, пользуйтесь. И тебе, Лена, если хочешь, пожалуйста, но я понимаю, что ты не возьмешь. То есть два разных подхода. У каждого из нас свое. Да, вот два разных подхода. Я хочу, чтобы люди сами находили причины своих там бед, сами на это влияли, ну где-то, может, с какой-то, где-то с моей помощью. Подход вот канала «Солнечные ворота», ворота, это обращение к специалистам. Я думаю, оба варианта нормальные, но ты просто хотел подчеркнуть ну как бы разность подхода. Нет, Игорь, во-первых, ты не понял тогда в таком случае, здесь нету никаких противоречий и нету никакого различия, потому что каждый человек по-своему уникален и по-своему находится на разной ступеньке неразвития, заметьте, если я скажу развитие, тогда кто-то выше развития, кто-то ниже. Нет, восприимчивость информации. Мы все воспринимаем информацию по-разному. Кто-то воспринимает информацию и пишет матом, что категорически не допускается вообще никак. И тут даже я рад о том, что люди на это хотя бы обращают внимание. Еще раз, человек это триада, это триединство, это высшая цель, то, что ты сейчас сказал, это высшая цель, это безусловная цель, других вариантов нет. И в этом заключается информация, которая идет на канале Центра Сангейс. Я себя лично не позиционирую как специалистом вообще никак. Я учусь точно так же. Но я обладаю способностью оценить и анализировать вещи, исходя из одной элементарно простой вещи, которая была всегда, из целого. Вот я вижу целое, и тогда видя целое, мне легче распределить на какие-то части составляющие. Но они ведут к целому. Поэтому наша цель, не коммунизм, понятно, а наша цель стремление к божественному, стремление того, чего ты говоришь. Но начинать с чего-то надо. Как же брать те люди, которые этого не понимают, которые не умеют делать, и сказать им о том, что это просто слова. Поднять их с помощью вибраций можно, но ему надо самому расковыривать все это делаю. И сознание, подсознание, в котором я занимался еще чуть ли не полвека тому назад, я очень хорошо в этом деле разбираюсь. И завтра будет кстати программа, где меня попросили сделать мастер-класс по поводу сознания, подсознания и сверхсознания. Вот сверхсознание это как раз то, о чем идет речь. Но к этому надо дойти, понимаешь? и нельзя отнимать у человека возможность взять антибиотик. Он тоже спасает людей, спасал во время войны людей. С моей точки зрения, условно говоря, парапсихологи, экстрасенсы, астрологи, нумерологи, они являются таким антибиотиком. Но как же раньше? Любой человек на Земле знал о том, что ему надо знать свою натальную карту. Любой. родители знали. И они всегда, без исключения, брали консультации. Всегда. А сегодня это делают единицы. Я брал очень много личных консультаций, продолжая их брать, считая, что я очень многого не знаю. Вот только и всего. Противоречий здесь нет. Есть степень восприимчивости информации, которая идет. Кто-то определяет так, кто-то определяет по-другому. Только и всего. Если меня спросят мое мнение, как это сделать, я сделаю, я буду точно таким же старсенсом параспсихологом. Но я не хочу им быть, потому что я лично выполняю свою функцию. Елена выполняет свою функцию. Она работает в этом направлении. Это ее предназначение. А я работаю в том предназначении, несмотря на то, что я разбираюсь в том, в другом и в третьем, но мне проще. И так мне сказали в Индии. И я с этим согласился. Я себя обнулил, очистил. Я был нулем полным, я был ребенком, который пришел принимать информацию. И мне тогда стало легко. Но это трудно сделать, потому что мы все знаем. Мы не выбросили из себя всякую гадость. И мы считаем, что мы знаем. К сожалению. Есть статистика. а как? Почему 97% населения, к сожалению, не владеет тем, чем владеет 3% населения? Это же официальная статистика. Ну, как? А где это взять? А поэтому мы занимаемся в принципе тем же самым. Я благодарен тебе за твой канал. Я благодарен, дорогие друзья, всем вам, которые живо это все обсуждают. И каждый имеет свое мнение и право высказывать его без сомнений. Идите, чего я не приемлю, это грубости. Я про мат уже вообще не говорю. Это очень негативная вещь. Я вроде не ругалась сегодня матом. А причем тут ты, видишь? Я на всякий случай. У каждого на всякий случай. Я спалилась, я ругаюсь матом, пожалуйста. Просто в эфире Майкл не разрешаю. Ну да, у нас этого нет. К счастью. Я поэтому про мат вообще первый раз слышу. По-моему, никто не ругался матом. Да нет, я читаю другой чат. А, ты читаешь чат, который у тебя на канале или который у Игоря? Я читаю, у меня два компьютера стоят. Ну, то есть, держались матом, потому что тут никто не ругался матом у нас на канале. Это правда, да. Дорогие друзья, еще раз, я благодарен, Игорь, тебе за то, что ты организовал совершенно потрясающий канал, о том, что ты даешь действительно энергии, о том, что ты помогаешь, и ты 100% прав. Твой подход, именно твой подход, он уникальный подход. Я не знаю, проводник ты или нет, я могу поверить, что ты проводник. Я поздравляю тебя, поздравляю твоих людей, которые в теме, и которые за тобой идут и следуют. Это замечательно, совершенно замечательно. Вот, антагонизма я не принимаю, вот только и всего. Зачем нам надо объединяться, ребят? Чем больше нас, тем меньше их. Это же элементарно просто. Чего же говорить-то? Ну, кто знает, кто такая Елена, которая первый раз ее видит, или кто такой Майкл, который тоже первый раз видит. Ну, как вы это знаете? Но никто же не отменяет того, что уважение должно быть, если на канале у Питеря будут выражаться в наш адрес некорректно, то мне не составит труда зафигачить туда что-нибудь конкретное. Давайте не жить дружно тогда, да? И, Игорь, я надеюсь, что твои люди не будут из-за каких-то противоречий между нами, из-за того, что ты видишь мир в единицах Ра, а я в экстрасенсах, и твои люди не будут кидать, извини, какашки в мою сторону, потому что если я кину, то утонет все, понимаешь, да? И все эти люди, которые могут кинуть. Поэтому давайте жить дружно, согласись. Ну, никто не возражает. И, кстати, не знаю, что тут обсуждать. Если этого не было, или... Ну, я надеюсь, что этого и не будет. Нет, 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 нету, просто есть... Ну, я смотрю, еще раз, у меня два компьютера стоят. Я считаю... Я даже не смотрю, потому что если я еще туда влезу, я эту баржу всю расхерачу. Елена, будьте осторожны, высказывали. Поэтому я... Я вас удалю. Я сказал Игоря, чтобы не написать там культурных слов. Поэтому я Игоря прошу, чтобы он следил за своими подписчиками и за их языками в мой адрес, потому что я чувствую, что там происходит. Поэтому лучше Игорь разберется с этим сам, как уважающий человек себя и меня, и Майкл. Согласитесь. И про Аватара. Я хотел сделать просто подарок и не отменять там 25 экстрасенсов, добавить плюс излучение высокочастотной энергии. Она бы помогала и в подзарядке, и в очистке. То есть это в помощь Майклу. Ну, как бы, если он захочет, я назначу, не захочет, но насильно добро делать нельзя, это я знаю. Значит, тут вот есть комментарий про буддизм и знание. Значит, это не буддизм. Будда пришел с двумя миссиями. На всякий случай, если вы знаете, то, конечно, это хорошо. Но я повторюсь, может, кто-то не знает. Есть, были две вещи. Первая вещь, которую он пришел дать землянам, ну, людям, дать. Такое понятие называется на санскрите ахимса, или ненасилие. То есть, короче говоря, не убей. Это одна из заповедей. И убийство это имеется в виду не только животные. Ну, про людей мы, естественно, не говорим. Не только. Я был на буддийских практиках, на Випассане, в частности, как там стояло, я вначале пришел, думаю, написано банка, да, и написано, ну, по-русски, я перевожу сразу. Эвакуатор. Вот. Я думаю, что за эвакуатор? Банка. Стеклянная банка? Да? А потом я спросил, что это такое. Мне говорят, если там попался комар или муха, вы должны ее не прихлопнуть, а вы должны ее эвакуировать. То есть, вам надо ее словить, понимаете, посадить в банку, вынести и выпустить. А если они попадут в нашу тайгу, сколько понадобится им банки? Поэтому они не делают офисы в тайге. Я, например. Да, я понимаю. Это первая, это первая функция или первая миссия аватар, Будды. А вторая миссия была дать людям возможность не быть привязанным к кому-то или к чему-то. Вот, к примеру, вот здесь идут высказывания. Смотрит на это высказывание Майкл и думает, ну и пускай себе говорят. И они говорят, я вам расскажу притчу интересную. Вот, и индусы, йоги, да, йоги, они всегда говорят ом. Вот. Ну, в качестве анекдота напоследок, да, мне нравится. То есть попали в предбальник, откуда, ну, уже перед тем, как идти, то ли в ад, то ли в рай, но в основном в ад, естественно. Попали трое. Один американец, один индус и еврей. И вот выходит черт и говорит, ребята, вы все должны идти в ад, но я вам даю последний шанс. Значит, берет пруд, вот, стальной пруд какой-то очень такой и говорит, я вас сейчас буду хлистать, если вы не будете кричать от боли, то, три раза, то тогда и вы попадаете в рай. Вот последний шанс. А там полно всяких, там, шлемы, кольчуги, там, все, что хочешь. Ну, и говорят, кто первый? Ну, американец говорит, я первый. А он говорит, бери, выбирай предмет. Ну, он на себя там нацепил все эти шлемы, кольчуги и так далее и взял еще камень. Здоровенно, а может, здорово тут. Он взял камень и говорит, давай бей. Он как черт лопанул этим, раскололся в дребезги. Все, вторым ударом он его пробил этот шлем, кольчугу. Тот взвал от боли, тот говорит, бад. Потом второй говорит, кто? Интус говорит, я. Он говорит, чем будет защищаться? Он говорит, мне надо пять минут на медитацию. Тот говорит, пять минут имеешь. Вот. Он сел, кто медитировал, говорит, давай. Тот берет, поднимает этот хлыст, как ему влопит, а он оммм. Он берет второй раз опять. Оммм. Третий раз. Оммм. Такого не бывало еще. Он говорит, ну раз слово дал, давай тебя в рай. Ну, сейчас мы разберемся с евреем. Вот. Говорит, а ты чем будешь защищаться? Он говорит, а я буду йогом защищаться. Вот. Поэтому, ну, может, не в тему, но просто разрядите ту самую, а то у нас тут кто-то чего-то такое сказали. Ребята, давайте мы будем делать омм. И я благодарю тебя, Игорь, за эту замечательную беседу. Дорогие друзья, всех. Да, Майклуза, хотелось поболтать. Я, вы знаете, я тут с пяти часов утра, а сейчас час тридцать дня. Вот. Я с пяти часов болтаю, да, здесь. Но, тем не менее. Все. Всем спасибо. Всем пока. Ну, хорошо. Я эфир свой продолжаю. Да. Прощаюсь. Спасибо. А мы прощаемся. Участие. Дорогие друзья, как было, что было, я, тем не менее, не считаю, так, забируют или не забируют. Это дело каждого человека, на самом деле. Вот. Лена уже пропала. Кстати. Поэтому я благодарю всех вас за то, что вы были терпеливыми, были с нами. Я могу единственное пригласить всех, чтобы, ну, не знаю, завтра, наверное, завтра у нас будет несколько программ. И в одной из программ будет, точнее, в двух подряд будет программа в 15 часов по московскому времени. Это будет программа по поводу сознания-подсознания. В 16-15 это будет программа «Добавляет сюда сверхсознание». Это мастер-класс. Ну, я буду пытаться его делать, этот мастер-класс. Поэтому посмотрим, как он пройдёт. Просто попросили люди, которые в определённой структуре. Для них это делалось. приношу свои изменения по поводу, может быть, резких выражений. Елены, мы знаем, она девушка суровая. И грубости, ну, я ей прощаю. В эфире, конечно, этого нет, не допускается. Ну, сказать, что верю, не верю, я не могу сказать, я не знаю, если честно, друзья. Поэтому мы передадим, что Лена супер, мы и так всё знаем. Не знаю, но как личность, как личность, она может, я имею в виду Игоря Ткаченко, она может вызывать уважение как личность. Во-первых, человек, я вижу просто по его карте, несмотря на всякое вот это наносное непонятное, я вижу всё-таки потенциалы очень серьёзные. Но есть вещи, которые человек не может преодолеть. Я не хотел касаться этого в вопросах, скажем, когда общего чата, когда всё было, иначе я мог бы повредить чувство самого Игоря. Поскольку всё-таки вот этот рахус-кету это как бы демонические личности. То есть она может быть этой планетой проявлена плохо. То есть человек может плохо как? То есть человек может находиться в иллюзии веря, свято веря о том, что он именно такой и есть. Я не судья, я не знаю. Может быть так, может быть не так. Но мне кажется, что ведя человека куда-то, ну то есть по сути говоря, вот я беседовал, ну мне сказали, что я второе пришествие, типа Христалли, Мошеях, я не знаю, кто. Ну в истории я все-таки изучал как бы веды, там нету таких, там есть какие-то личности, я буду рад, если играет такая личность, вот. Но скажем, антагонизма я не приемлю, поэтому видите, я не люблю, когда противопоставление страны стране. Я прочитал одну шестую, как он мне еще раз сказал, Багавадгиты, а это ведь одна маленькая глава в Махабхарате, но я уже понял, что это не то. Это как? Я уже понял, что это не то. Как ты понял, что это не то? Люди читают, вот скажем, там, Библию, Тору, Веды веками, и они все-таки еще не понимают. А тут одна шестая часть одной главы уже понял, что это не то. Но на это мне сложно отвечать, поскольку для меня как бы тут вопрос очевиден. То есть, чтобы, я предполагаю так, чтобы быть судьей в чем-то, ну не судьей, а в хорошем смысле судьей, рефери, имеется в виду, надо хотя бы как минимум быть на этой же стороне и обладать ну какими-то зачатками хотя бы знаний, чтобы о чем-то говорить. А так, я этого не знаю, но зато это точно так. Видите, я предпочитаю говорить, я не знаю просто, но точно это так или не так, я не говорю. Я, мое мнение, еще раз, я воспитан именно в этих традициях. Почему? Я имею два образования на Западе. Запад имеется в виду все, то, что за пределами Востока, Киндии, Китая. Вот, континенты разные, но все равно это Запад. Россия, Америка, это не имеет значения. Но я там нашел свои ответы на вопросы, здесь я не мог найти. Но для этого надо там побывать, пожить и так далее. так же самое, как можно сказать, кто такой американец, если ты тут не пошел столько лет. Только тогда можно сказать, чем они дышат, как они себя ведут. Сказать, что они тупые, ну, это же шутка, понятно же, да, там есть очень серьезные люди с мировыми именами. Они, кстати, большинство все и здесь находятся сегодня. Ну, конечно, здесь очень много всякого, то, что лично мне не нравится, а именно все к бизнесу, так скажем, все. А бизнес – это не вся наша жизнь, правильно? Поэтому что сказать? Вот. А вот у нас Елена тоже есть. Да. Определенно умеет воздействовать. Тем более, что он позиционирует себя, проводником. Ну, вероятно, да. Иначе бы у него не было такого количества людей. Поэтому, конечно же, если он сумел объединить своими только личными качествами, это да. Я могу с вами поделиться вот что. Давайте отвечу на вопрос Эдуардеса. А вам попадались идеальные матрицы людей, которые смотрели, да, существуют, попадались. Очень редко. Они почти идеальны, но они идеальны в каком плане? Ведь ничего. Смотрите, когда я анализирую матрицу, эта матрица всё-таки человека, который только родился. Это же его дата рождения. каждый человек может выйти из-под влияния матрицы, из-под влияния сил материальной природы, но это очень сложно сделать. Это уровень сознания, вот если мы принесем вот эту точку сборки, которая находится вот здесь, с правой стороны, 30 сантиметров далее, мы принесем хотя бы на уровень анахаты, когда мы будем ясновидящие, яснослышащие. Не в плане обладать экстрасенсорными способностями, а в плане понимать, кто мы есть, наша природа. И тогда мы можем очень многие вещи изменить. Вот в чем разница между Альбина, тут никто не портит, тут все в порядке. Еще раз, я же регулирую эти вещи, правильно? Если будет где-то как-то, вот, я же уберу это, понимаете? Поэтому нету матерщины, давайте забудем об этом. Ну, был кто-то там, я не знаю, почему? Потому что как психолог я могу объяснить. Смотрите, существует эгрегор, он мобильный эгрегор, он движется. Эгрегор это маятник, вот как описывает это Вадим Зеланд. Вот этот эгрегор, он функционирует в своем направлении, и вдруг туда приходит чужеродный элемент. Этот эгрегор, сумма этого эгрегора, вот то, что называется коллективным сознанием, это знает даже специально, я тоже знаю, но все равно Елена может объяснить как-то по-другому лучше. Так вот, один человек там всегда будет, найдется, который что-то скажет, и пойдет цепная реакция. Мы не принимаем чужаков, и это то самое, которое самое отвратительное в нашем мире калий-юга. Потому что если мы души, как мы вообще можем такие вещи себе позволять? Объясните, как мы можем себе позволять? Мы не имеем права. Значит, если мы себе это позволяем, грош, цена, кобеда, моя точка зрения, нам, первую очередь, а вторую очередь, тем, кто нас ведет куда-то. Вот и все. То есть, вы знаете, существует, вот я, допустим, в этой ведической традиции. Я знаю, кто такие кришнаиды. Я с ними очень хорошо знаком. Но есть такое понятие вайшнавы. По сути, это то же самое. Это те, кто поглоняется кришне. Кришнаиды, а слово кришна, это создатель, бог. Вот. А есть вайшнавы. Вайшнавы воспитывают себе качества такие, которые учил Будда. собака лает, ветер носит. Это еще мягенько сказано, да? Вот. Поэтому, а их не трогает вообще и ничего. Ну, говорит и говорит. А не знаете, как относятся к этому? Как неразумному детяте. Вот. Поэтому, ну, это приводится пример женщины, кстати. Вы уж простите, уважаемые женщины. Знаете, как? Потому что женщина же реагирует не разумом, как правильно. так оно и есть. Вода. Вода, это же ее цикл. Понимаете? Вот. Эмоции. Вот это самое главное. Мужик пошел смотреть футбол, где ему до лапочки все, что-то будет, что она там говорит. А она хочет внимания. И она будет реагировать на это очень и очень, скажем так. Поэтому вот тот человек, который воспитан в этом, он будет ноль реакции. Я утрирую, конечно, но смысл такой. Поэтому мы еще раз очень тяжело относимся к этому. Тело надает свое какое-то. И я точно так же. Но хотя бы как минимум я об этом знаю, как говорил Сократ. Поэтому я все-таки пытаюсь себя остановить. А это не всегда получается тоже. Поэтому я бываю тоже. Могу быть очень резким. Понятно, да? Да. Да. И они они. Нет, не они. Я могу согласиться с этим самым. Зря вы так. Я же не это самое. Не в защиту. А в защиту того, что человек высказал свое мнение, может быть и грубо, я могу с ним согласиться с любым мнением. И это не имеет значения, как мы согласились и кого мы оскорбляем. Нет, мы с Игорем как раз-таки друг друга не оскорбляем. Он это знает, может подтвердить. А за глаза тем более не стоит. Мне больше дал комментарий Лены, чем округлые оценки в эфире. Ольга, вы правы. Сто процентов. Дмитрий, я бы скажем так, я могу предупредить вас один раз, во второе, я вас удалю, это грубость. это не допускается. Я не могу, кстати, прочитать все, уже оно ушло все вниз. Поэтому давайте быть, скажем, корректным во всем. Ну ладно, друзья, все, давайте мы, наверное, на этом остановимся, потому что даже при всем, при том, что я могу заряжать все Чикаго, все-таки пределы, наверное, какие-то есть. с пяти утра я уже здесь. Это означает, что я встал еще раньше, верно? И уже прошло у нас несколько программ в эфире. Поэтому давайте мы закончим. Благодарю всех за внимание, благодарю за добрые слова и благодарю за вашу оценку, какая она не есть. Поэтому мы, скажем так, не идеальны все, и наша задача учиться. Всего, счастливо, пока, до новых встреч.